Всем привет, меня зовут Миша Ряженко, я сооснователь компании Lead Startup, и сегодня я вам расскажу про привлечение клиентов. Поскольку у нас в этом опыт большой, мы занимаемся привлечением клиентов для совершенно разных компаний, мы выстраиваем целые методологии от сквозной аналитики до непосредственно тренингов в продаж. И опыт очень большой, который позволяет также на международных рынках, в общем, помочь ребятам поделиться экспертизой. И сегодня я вам несколько историй из опыта расскажу. Привлечение клиентов – это абсолютно самый важный процесс, который есть в бизнесе, и кто бы там что ни говорил, сколько бы мы ни тратили времени на операционку, на менеджмент, на налаживание каких-либо структурных процессов или архитектурных, неважно. Все это меркнет, если клиентов нет, и, в общем-то, становится бесполезным. Именно по этой причине мы предлагаем и сами работаем в своей же компании именно по такому же фреймворку. Это называется «Пиратские метрики». Сейчас я кратко расскажу о самых важных его элементах и почему мы считаем, что следует обратить на него внимание, работать с его участием, в том числе в вашем процессе продаж. Ну, естественно, состоит он, конечно, из многих элементов, весь процесс продаж, но, тем не менее, «Пиратские метрики» позволяют понять, чем надо заниматься в конкретный момент и, в общем, на что стоит обратить внимание и сфокусироваться. Также расскажу про несколько других инструментов, которыми тоже рекомендуем пользоваться. По «Пиратским метрикам» есть отдельное видео у нас на канале, подписывайтесь на наш канал, а также обязательно проходите по ссылочкам внизу в описании, там есть много различных интересных статей у нас на сайте, вы обязательно что-то найдете для себя. Также есть крутое приложение, которое вы можете скачивать, получать компетенции с сертификатом от продукт-оунера до директора по цифровой трансформации, скромастера и agile-коуча. Что важнее всего в «Пиратских метриках», для тех, кто еще не смотрел, посмотрите, ну, я просто сейчас про их элементы основные. Важно, что метрик у нас 5, ну, иногда 6, есть еще так называемый awareness, самый первый, ну, можно ее иногда пропускать. То есть это acquisition, activation, retention, revenue и referral. Вот эти все истории, они так или иначе влияют на продажи, но обычно мы сталкиваемся с тем, что мы тратим очень много денег на маркетинг, то есть на acquisition тратится очень много денег и, в общем-то, дальше ничего не происходит. Мы не активируем ребят, многие компании не активируют или не конвертируют их непосредственно уже в revenue. И тут возникает вопрос, с чего начать, что важнее всего в процессе привлечения новых клиентов. Для разных компаний, для разных ниш это абсолютно разная история. У нас, например, вот есть B2B направление, там одна стратегия, B2C направление, там другая стратегия. В B2C больше работает непосредственно привлечение, то есть первый этап воронке, он самый важный. Чем больше людей мы привлекли, тем, соответственно, больше сконвертировалось в продажу. Но между этим, конечно же, есть еще активация, промежуточный этап, ну и непосредственно сама конверсия в первую продажу. Наша задача в дальнейшем сделать так, чтобы ребята возвращались, то есть был retention. И если мы говорим про B2B, то тут скорее тоже важно очень привлечение, но там большие контракты, соответственно, на каждого клиента мы должны очень хорошо потратить ресурсы, чтобы его обработать. То есть если мы таким образом работаем, то получается мы на активацию, на revenue, на referral мы тратим много времени. И в том числе мы работаем с отделом продаж, мы с CRM-системой работаем и очень много разных инструментов используем. Но там можно привлечь очень много трафика, он не будет целевым, потому что есть отложенный спрос. B2B ребята могут принимать решение о покупке очень долго, год, в том числе полтора, и только потом конвертироваться. Может происходить все быстро, но совершенно по-разному. Поэтому схемы работы, они немножко отличаются. В B2C, естественно, подход более быстрый. Наша задача сделать так, чтобы принятие решения о покупке происходило прям вот так. Этого добиться непросто, но хорошую конверсию можно свести. У нас вот конверсия в активацию около 20%, и из них где-то процентов 10 стабильная эта конверсия в покупку. Такие инструменты, как email-маркетинг, маркетинг в соцсетях, помогают нам тоже очень. Вы вот сейчас наблюдаете пример маркетинга в соцсетях, то есть это YouTube, это самая главная наша соцсеть, которую мы развиваем. Здесь, как вы видите, много видео у нас, и можете подписаться, они здесь регулярно будут и регулярно выходят. Мы протестировали разные соцсети, вы должны понять, какой тоже, когда выбираете, что дает вам возврат инвестиций, какой канал, вы должны понять, что самый эффективный. И, конечно же, email. Email у нас тоже прям вот из всех каналов это самое главное. То есть мы работаем, в принципе, по следующему сценарию. Есть привлечение. Просто пользователи на сайт, дальше они активируются, мы получаем их контактные данные, и дальше мы конвертируем их либо в YouTube, и с YouTube уже опять на сайт, и что-то они покупают. Либо мы при помощи email уже с ними коммуницируем. Или это B2B и B2C, дальше там происходит сегментация и разные действия в зависимости от того, что это за тип клиента. Также еще стоит упомянуть про ABCDX сегментацию, и мы рекомендуем работать с клиентами A и B сегментов, потому что там больше всего вероятности конверсии во вторую покупку, меньше всего негатива. И про это тоже есть отдельное видео на канале. Это вкратце, как мы работаем с точки зрения привлечения клиентов. Подробную статью читайте внизу, и если вы хотите повысить свои продажи, обращайтесь к нам, мы выезжаем на пресейлы бесплатно. Компания Лид Стартап, меня зовут Миша Ряженко, ждем вас на наших ресурсах, подписывайтесь, еще раз вас прошу, и вы просите своих клиентов подписываться, и да будет у нас всех успех.